Добрый день, коллеги! Давайте проверим теперь у меня связь. Если видно и слышно, несколько человек, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Как со связи у нас? Отлично! Мы сегодня говорим с вами про очень интересную тему. Это организация работы по формированию инженерного мышления в детском саду. Сразу же вас прошу задавать вопросы в чат. Я буду на них отвечать. Но если вы вопрос написали, я на него не ответила. Это значит, что я вопрос увидела, но ответ на него прозвучит в моем рассказе. Поэтому вы его услышите. Спешите, пожалуйста, о чем вам интересно узнать. Если вкратце по программе нашей работы сегодня, то вначале я расскажу о том, что такое инженерное мышление и чем оно отличается от других видов мышления. Потом мы с вами поговорим о методических материалах, то есть каким образом организовать эту работу. И, естественно, мы будем говорить про компоненты пространственной среды, то есть каким образом нужно дополнить наш набор игр и игрушек, чем дополнить для того, чтобы мы могли с детьми заниматься инженерным образованием. В том числе речь пойдет о различных конструкторах. И в том числе пойдет речь, это будет в самом конце нашей работы, я расскажу про несколько линеек конструкторов, которые предполагают знакомство детей с робототехникой, про их плюсы и минусы, каким образом они устроены, что они могут. Вот примерно такой у нас регламент. Если нужно что-то узнать еще, тогда, пожалуйста, в чат пишите, и мы с вами будем общаться. Так что же такое инженерное мышление, про которое столько говорят? И действительно, в последнее время в дошкольном образовании, вначале в школьном, конечно, а потом в дошкольном, есть такая тенденция, чтобы именно инженерное мышление у детей развивать. Давайте попробуем с вами сформулировать, что это такое. Инженер, если взять все определения, которые есть, слово инженер, и выделить главное, то это человек, который способен мыслить системно, создавать нечто новое, руководить процессами, и деятельность инженера, она всегда практическая. То есть инженер, если создает новое, то это новое тут же будет использовано для блага людей или промышленности. Итак, свойства инженера, и это то, что мы должны развивать у детей, когда учим их инженерному мышлению. Это системность, нацеленность на практику, это творчество и креативность. Буквально несколько лет назад творчество не относили к инженерным навыкам, сейчас уже добавили, потому что действительно инженерная работа, она связана постоянно с созданием чего-то нового. Это исследование, способность к исследованиям, и это технические способности. Давайте сейчас поговорим о каждом пункте по отдельности. Что такое системность? Это способность видеть проблему целиком. У деток в дошкольном возрасте этот навык еще только начинает формироваться. Он будет формироваться еще в течение младших классов, и только где-то к раннему подростковому возрасту уже сформируется навык анализировать явления, находить причины, следствия, применять другие формы мышления, другие способы мышления. Но это не значит, что мы не можем начать с детьми в подготовительной группе, потому что если мы возьмем за основу игрушки и игры, которые понятны детям, то мы вполне себе можем научить детей видеть мир как систему. Что такое системность? Способность видеть проблему целиком. То есть дать явлению название, объяснить, каким образом оно появилось, устанавливать причинно-следственные связи, но если брать, допустим, совсем уже бытовые проблемы, то причинно-следственная связь для дошкольника – это сегодня на улице дождь, поэтому я одеваю сапожки и беру зонтик. А не потому, что мама заставила. Прояснить, зачем это явление нужно, кому нужно, как используется функциональность, об этом тоже можно говорить с детьми, обобщить понятия, рассказать о множестве, рассказать, из чего явление состоит, видеть части в целом и объяснить, как это явление связано с другими частями, определяем сходство и различия. Вот, это все компоненты системности, и мы уже в старшей подготовительной группе, конечно, над этим работаем, когда развиваем логическое мышление у детей. Вот, примерно, табличка, которая показывает, что значит системный подход. То есть, у нас есть некое явление, это картинка посередине автомобиля синего цвета, и каким-то образом это явление связано с другими, во времени и в пространстве. То есть, у этого явления есть прошлое, ретроавтомобиль, и есть будущее, какой-то очень-очень современный, электрический автомобиль. Опять-таки, автомобиль в любом случае, в прошлом, в настоящем и в будущем, является частью какой-то большей системы, такой, например, как городская улица. Ну, и с другой стороны, автомобиль это сам система, которая состоит из элементов подсистемы, таких как, допустим, шестеренки, болтики, гаечки, двигатель, сиденье, руль и так далее. Вот, если понятно, о чем я сейчас говорю, поставьте единичку в чат, пожалуйста. Как мы можем развивать системность? Какими упражнениями? Здесь я не буду приводить конкретные упражнения, потому что на самом деле их очень много, и когда вы будете… Это не совсем ТРИС, то есть ТРИС это… Вот, смотрите, если инженерное мышление – это система, то ТРИС – это часть этой системы. Вот. Сразу же я показала систему, потому что кроме ТРИСа есть еще другие технологии развития инженерного мышления. Вот. Упражнение на выявление функции объекта. Что это такое? Что этот объект может делать? Что можно делать с его помощью? Как его можно использовать еще? И как его можно использовать в сказке? Например, мы берем красное яблочко. Что это такое? Это яблоко. Что оно может? Ну, во-первых, его можно съесть, и это будет вкусно. Съесть его можно не просто так, а сделать из него салат. Еще оно может быть объектом для рисования, и тогда мы ставим яблоко на какую-нибудь красивую подставочку и рисуем его. Что может быть еще? Можете в чате написать. Хорошо. Что может делать яблоко? Что можно делать с его помощью? Можно опять-таки сделать фруктовый салатик, а можно, например, с его помощью наладить дружеские отношения. Подойдешь к человеку, говоришь, хочешь яблоко? Ну, если человек шестилетний, да, ну и все, сразу же дружба у нас получилась. Как его можно использовать еще? Вот здесь уже дети дают самые фантастические варианты. Ну, а как его можно использовать в сказке? Ну, конечно же, мы его используем. Оно катается по блюдечку с золотой каеночкой для того, чтобы показать нам будущее. Вот примерно каким образом можно функции объекта с детьми определить, и это будет очень интересное креативное упражнение. Второе – это упражнение на систематизацию объектов, по какому признаку мы группируем предметы, главные второстепенные признаки и иерархия системы. Если мы будем это делать, то педагоги начальной школы скажут нам огромное спасибо, потому что дети, которые не обладают вот такими навыками системного мышления, и в младших классах начинают сразу же отставать. Поэтому это мы тоже формируем. Каким образом? Вот, например, упражнение части «Целое». Наверняка в вашей группе таких игр и игрушек огромное количество, и при формировании программы вы можете все эти игры учесть. «Целое», которое складывается из нескольких частей, образуя тоже некую систему. И здесь уже мы можем говорить еще и о последовательности фрагментов системы, в какой последовательности система формируется. Ну вот, пример, еще один над и подсистемы, о чем я уже говорила. Вот примерно так. Для чего нам системное мышление развивать? Напомню, что мы говорим, для тех коллег, кто подошли только сейчас, что мы говорим об инженерном мышлении. И инженерное мышление мы сложили как систему из некоторых качеств. И сейчас мы рассматриваем первое качество – это системность. Вот, надеюсь, что сейчас вновь зашедшие у нас войдут в наше общение очень легко. Зачем же мы развиваем системность? Чтобы знать, как устроен мир и делать меньше ошибок. Ну, например, не выходить под дождик без зонтиков. Чтобы правильно формулировать свои цели и обеспечивать их выполнение. Чтобы правильно исследовать любые системы, понять, как эта система работает. Ну, допустим, если мы приезжаем в незнакомый город, то мы тоже его рассматриваем как систему и знаем, что в этом городе есть компоненты, которые нам нужны. Допустим, это будет вокзал, гостиница, это будет транспортная система и система, которые… ну, люди, к которым можно обратиться, например, экскурсоводы. Вот, это тоже система. И, зная, как устроен город, мы в эту систему вливаемся легко и просто. Чтобы эффективно управлять системами. У детей тоже есть системы, которыми нужно управлять. Ну, допустим, это их уголок с игрушками дома или в детском саду. Но, опять-таки, когда ребёнок идёт в школу, система становится сложнее, ему придётся управлять ещё и собственной жизнью школьной. Для чего ещё? Чтобы правильно создавать новые системы любой природы. То есть, чтобы у нас машины ездили, не буксовали, а прекрасно построенные башни не падали в то время, когда мы водружаем там последний кубик на её вершину. Это, согласитесь, очень и очень обидно. Дальше. Чтобы уметь объединять знания многих наук. Чтобы не дать себя обмануть, когда объект необъективно расхваливают, рассматривая его только с одной стороны, без системы. То есть, когда мы принимаем любое решение, то это решение тоже должно быть системным. Ну, например, разрешите, я приведу вам взрослый пример. Вы покупаете квартиру, риэлтор вам показывает эту квартиру и говорит, смотрите, как здесь прекрасно. Здесь большие окна, свежий воздух, рядом лес, водоём, и всё прекрасно. Но вы покупаете квартиру летом, и когда вы въезжаете в неё зимой, вы понимаете, что с водоёма постоянно дует ветер, а батареи топятся так себе. Вот, система не сработала. И таких вещей в нашей жизни много. Ну и, наконец, зная то, как развиваются системы, мы можем научиться прогнозировать события. Ну, хотя бы в первом приближении. И это тоже очень хорошо. Следующий компонент инженерного мышления – это креативность. То есть, умение создавать то, чего ещё не было. Разрабатывать новые методы, новые устройства, новые художественные объекты, либо придавать новые формы предметам, которые раньше были в другой форме. Ну и приведу любимую мою цитату. «У людей есть один чудесный недостаток – мы не способны делать идеальные копии». Но, опять-таки, если бы мы делали идеальные копии, мы бы сидели сейчас в пещере с деревянной дубинкой, даже до топора бы не дошли. «Что может человек с развитым творческим мышлением?» Да, пожалуйста, вопросы и просто реплики пишите в чат, хорошо, чтобы нам с вами было не так вот одиноко, то есть, чтобы я видела, что вы участвуете, а вы видели, что я жива и с вами общаюсь. Это тоже очень важно. Итак, что же такое креативность? Человек с творческим мышлением получает преимущество в изменяющемся мире. А мир наш изменяется и делает это очень быстро. Ну и, коли уже речь идёт о нашей с вами сложной ситуации, то вот весной, когда у нас случился карантин по коронавирусу, то я видела, как наши коллеги реагируют и делают это по-разному. То есть, кто-то был просто в ступоре и не знал, что делать, а кто-то быстренько переобулся, что называется, и общение с детьми восстановилось, но практически в полном объёме. И это здорово. То есть, тот человек, который сейчас, к примеру, владеет педагогическими технологиями онлайн и оффлайн, он готов к любым поворотам судьбы. А если это только онлайн или только оффлайн, тогда человеку сложнее. Владеет множеством механизмов адаптации к новым условиям. То есть, просто вот само развитие креативности как качества, оно прибудет к тому, что человек легче адаптируется. Он может легко сменить профессию, сферу деятельности, просто переквалифицироваться, сделать это быстро. Легко обучиться новым навыкам. Видит много вариантов развития ситуации, может сделать правильный выбор. Ну и при всём при том, если человек знает, что он всё равно чего-нибудь придумает, то у него меньше тревог и более высокое качество жизни. Творческие способности очень хорошо развиваются с 3 до 5 лет. И потом эта творческая способность немножечко угасает, чтобы снова ярко вспыхнуть в подростковом возрасте. Поэтому успевайте. У трёх-пятилетних деточек уже есть опыт знакомства с внешним миром, хорошо развитое воображение, и они уже могут говорить словами, что немаловажно. Но у них ещё нет жёстких поведенческих схем, которые иногда мешают взрослым и более старшим детям креативить. Для того, чтобы развивалась креативность. У детей должен быть широкий доступ к разной информации. То есть в окружении ребёнка должно быть то, из чего он может творить, образцы того, как можно натворить, ну и показ взрослых, то есть они должны видеть поведение взрослых, которые тоже занимаются какой-то креативной деятельностью. Ну и, естественно, адекватная оценка взрослого человека, который не будет насмехаться или критиковать творческую работу ребёнка, это тоже очень важно и полезно для ребёнка. Если есть некий конформизм, то есть не принято в окружении ребёнка кому-то выделяться, если есть постоянная критика или слишком жёсткие требования к ребёнку, или сравнение его с другими детьми, если взрослые в окружении ребёнка сами не способны к креативной деятельности, тогда вот этот всплеск креативности, скорее всего, сойдёт на нет, чего бы очень не хотелось. Третий компонент инженерного мышления – это технические способности, то есть это умение легко взаимодействовать с разной техникой и с различными конструктивными материалами. Вот именно поэтому конструкторов в группе должно быть много и разных, не только лего-роботы, например, но и обычный ящик с деревянными кубиками. Это тоже надо. Технические способности – это умение выстраивать систему в пространстве, чтобы она не падала, если это важно, и ездила, и если это автомобиль. И это техническое понимание, то есть понимание того, каким образом элементы скрепляются один с другим. Для того, насколько это важно, небольшой пример. Правда, это взрослый ребёнок, достаточно взрослый ребёнок, подросток, абсолютно такой креативный человек, то есть это ребёнок, который сходу за два часа может создать квест трёхчасовой, расписав там два десятка персонажей, придумывая роли, слова, действия, но при этом, когда он в тренинге решил сделать замок из картона, то он впал просто-напросто в стопор, потому что ему нужно было соединить перпендикулярные детали. Вот таким образом. Сейчас в камере покажу. И он не знал, как это сделать. И пришлось нам вот с этим фантастом брать клей, картон, и учить его способом соединения деталей, простейшим. Хотелось бы, чтобы, конечно, он это научился делать в детском саду. Но вот, видимо, не пришлось. С вами он не встретился. Очень жаль. Какие компоненты формирования технических способностей? Это интерес к технике, которую мы должны вызвать. Для того, чтобы вызвать, нужно просто показать, какая она бывает, что она умеет делать. Это пространственное воображение. Дети у нас, благодаря тому, что очень много проводят времени с компьютером, с телефоном, с телевизором, они двухмерны, то есть они в трехмерном пространстве взаимодействуют на самом деле очень плохо. Это техническая наблюдательность. Глазомер – это ручная умелость, ловкость, ну и желание чего-то конструировать. И при этом обязательные необходимые умения, такие как учет свойств материалов, умение поэтапно планировать операции, потому что, допустим, если мы деталь раскрасили, а потом ее приклеиваем, клеем ПВА, то на месте приклеивания у нас появятся следы, которые мы потом не прокрасим. Вот все эти мелочи тоже нужно учитывать. Рациональный подход к практической задаче, умение пользоваться планами, схемами и знание технологии работы с материалами и умение осуществить ее на практике. Почему очень важно осуществлять на практике именно? Смотрите, например, многие из вас наверняка сталкивались с таким чудесным предметом, как суперклей. Вот кто сталкивался, напишите двоечку в чат, пожалуйста. И вы, когда первый раз с этим клеем столкнулись, у вас наверняка все пошло не так, как в инструкции. Скорее всего, можете написать свой опыт, вот когда первый раз склеивали. То есть на инструкции все написано русскими буквами. Склейте предметы, подержите 30 секунд, отпустите, можете пользоваться. На деле, когда мы начинаем склеивать предметы, мы склеиваем все, что угодно, только не сам предмет. Склеиваем пальцы, портим поверхность стола, потому что мы технологию знаем, а на практике ее еще не пробовали делать. Вот поэтому в курсе технического мышления, когда вы будете планировать писать свою программу, парциальную программу, может быть, это тоже нужно учесть. То есть здесь должно быть очень много практики. И эту практику мы наращиваем в определенном порядке. То есть мы сначала учим складывать предметы в конструкцию. Это первый этап. Потом мы учим соединять предметы разными соединительными приспособлениями с помощью клея, с помощью ниток, с помощью гвоздиков, винтиков, шурупиков, деревянных пазов и дальше, дальше, дальше. И потом следующее умение – это изменять предметы согласно замыслу, то есть уже делать не по образцу, а по техзаданию. Это, конечно, высшее проявление инженерной мысли. Вот. С философией все. Здесь можно остановиться, наверное, и немножко поговорить о том, что непонятно. Все ли понятно, коллеги? То есть здесь я примерно набросала направления, в которых вам нужно детей развивать. Все понятно. Совсем согласны? Возражений нет. Тогда давайте будем говорить про методики и технологии. Это второй этап нашего с вами вебинара. Какие методики и технологии можно развивать? То есть мы цели и задачи с вами написали условно, теперь мы методический материал разбираем. Вот теперь мы дошли до ТРИС. Теория решения изобретательских задач. Это прекрасное достижение советской педагогики. Я действительно так считаю и ТРИС использую на тренингах, которые веду с детьми. И вижу старшеклассники, но компоненты такие. Да, там просто у старшеклассников другое мышление, и там можно будет другие материалы, другая сложность как бы решения уже. Поговорим еще, когда про компьютеры будем говорить, по поводу старшеклассников. Итак, что такое ТРИС? Это технология сильного мышления. Я бы сказала еще гибкого мышления, потому что вот начиная работать с детьми, дети хорошие, умные, они отличники, но иногда я наблюдаю такой процесс. Вот ребенок, у него есть какая-то схема мышления правильная, то есть он понимает причину следствия, он какие-то называет пути продвижения этой системы, но вот шаг в боку он его просто не видит. То есть гибкости мышления у детей нет, и эта гибкость нарабатывается очень-очень тяжело в школе. Я про авторов расскажу чуть-чуть попозже, ладно, Людмила Николаевна. Альтшуллер, конечно, у него замечательные вещи. Вот, и есть еще программы, которые тоже связаны с ТРИС, об этом тоже расскажу. Вот, то есть это технология, которая позволяет детям иметь гибкое мышление, и значит мышление может привести к каким-то новым рубежам. Технология поиска алгоритмов выхода из трудной ситуации, это тоже Альтшуллера. И технология придумывания нового, чтобы не просто придумать новое, но вот просто, чтобы оно было новое, чтобы было новое и полезное. Например, смотрите, такое упражнение, как преобразование или волшебная дорожка. То есть, что, к примеру, мы получим, если мы возьмем признаки от кружки, добавим части от рюкзака, размер воздушного шарика и свойства яблока. Можете написать тоже. У нас есть кружка, и мы должны признаки кружки соблюсти. Но вот для того, чтобы улучшить этот предмет, мы можем добавить части, размеры, свойства от других предметов. И получится нечто уже более интересное, чем просто белая кружечка для чая. Это по-разному называют. Морфологический ящик, волшебная дорожка. Здесь очень много названий. Суть в том, что мы разбираем предмет на составные части, вот именно по морфологии, и каждую из этих частей мы можем заменить. Или играть теремок. Здесь тоже мы находим общее свойство предметов. Дети получают разные рисунки. Ну, допустим, один животное, другой какой-то овощи, бытовой предмет, транспортное средство. Вообще разные, то есть они не из одной категории. Это обитатели теремка. Например, первым наш теремок обнаруживает линейка. Она становится хозяйкой. К линейке подходит другой предмет, пусть ребенок, у которого есть аккордеон, картинка аккордеон. Он стучится в дверь, он просит спустить в теремок, и линейка говорит, слушай, я тебя, конечно же, впущу, если ты скажешь, что у нас общего. И вот здесь ребенок должен показать, что у них общего, ну, сначала найти эти общие признаки. Да, ну, допустим, мы можем найти то, что у линейки аккордеона есть шкала своеобразная, что они сделаны из пластмассы, ну, и много чего еще. Например, после аккордеона заходит, ну, пусть даже волк заходит. А что у них общего, у аккордеона и у волка? Ну, можно сказать, что они оба серые, это несущественный признак. И то, что у них, допустим, очень громкий голос, и аккордеон может при желании спеть так же, как волк. И дальше. То есть здесь как можно больше средств, предметов дети должны назвать. Ну, и, например, вот такое задание тоже. Что будет, если мы... Да, Оксана Викторовна, все, вы бы в теремок уже попали. Точно. Ряды ровные, это у линейки аккордеона, поделенные на равные промежутки клавиши, и как у линейки разметка. Что будет, если телефон примет на себя функции медицины или лекарства, ручки, паспорта, хамелеона, игрушки, ну и, допустим, робота. Ну и мы уже понимаем, что у наших телефонов, которые лежат в сумочках и в кармашках, практически все эти функции уже есть. То есть мы можем обратиться к телемедицине, мы можем поиграть, мы можем телефоном расплатиться, предоставить электронные документы и поменять ему корпус, чтобы он был другого цвета, даже хамелеонистого. Ну вот, то есть эта задача уже решена. С темпедагогика, это следующее направление, сейчас вот прямо про программу расскажу. Иногда есть STEM, S-T-E-M, а иногда добавляют А, это ART. Что это такое? Это образование, которое подразумевает смешанную среду. Здесь у меня получились очень мелкие буквы, то есть здесь есть ART искусство, механизация, изобретательство и техническое мышление. Все вместе. То есть это некая смешанная среда, где нет уделения на определенные образовательные области, и в которой ученики начинают понимать, как полученные знания они могут применить на практике. То есть это некая среда, в которой есть и методика, и игрушки, игры, где ребенок может заниматься именно практической деятельностью. И туда он может принести, допустим, что-то из математического уголка, что-то из ART уголка и так далее. Здесь нету жестких границ между дисциплинами. Здесь специальное технологическое оборудование используют. Это конструкторы разнообразные. И главная задача здесь сделать нечто полезное и новое. Ключевые навыки STEM-специалиста. Это разные знания по разным отраслям. То есть что-то человек знает одно, а из других отраслей он может добавить. Это техническая грамотность. Вот это то, о чем мы говорили. В начале, то есть человек знает, как устройства можно соединить, как их можно разместить в пространстве, что можно сделать, чтобы они начали двигаться. Это умение рассматривать проблему с разных сторон, умение находить креативные решения. Это ART. Хорошие коммуникативные организаторские способности, потому что вряд ли сейчас может возникнуть такая ситуация, что одинокий гений сидит, где-нибудь что-то творит и при этом не общается с другими людьми. Все мы на большом публичном пространстве. И если человек желает, чтобы его изобретение увидели люди, ему нужно как-то коммуницировать, доказывать свою точку зрения, делать сообщения, получать гранты и так далее. Ну и навыки публичных выступлений, которые тоже нужны человеку, который занимается инженерной деятельностью. По идее, STEM-специальности будут использоваться в ближайшем будущем во всех отраслях. И даже, я думаю, что будет больше. То есть специальности, где STEM не используется, просто-напросто передадут в управление роботами. То есть там, где не нужно создавать новое, не нужно очень быстро ориентироваться в изменяющейся обстановке, скоро человеческие руки не понадобятся. Где нужны такие специалисты? Это менеджеры в разных отраслях, естественно, математика, компьютеры, архитектура, инженерное дело, профессии, которые связаны с естественными науками и медициной и с новейшими технологиями. Их тоже больше становится день от дня. Это специалисты сферы образования. Естественно, учителя у нас все STEM подготовлены, потому что мы можем все. Мы можем и провести тренинг, можем написать годовую программу. Если нужно сделать сайт, то мы сделаем. Все уже этому обучены. Практически делают видео, делают сайты. То есть техническая оснащенность у нас тоже есть. Ну и менеджеры по продажам. Если продается не какие-нибудь предметы быта, а продается высокотехнологическое оборудование, тогда человек должен разбираться и в этом оборудовании, и в продажах, и в коммуникациях. То есть это очень перспективно. Ну и вот из авторов я предлагаю вам STEM-образование. Есть программа, готовая парциальная программа, которую можно взять и использовать в качестве образовательной программы или вы можете взять какие-то модули и использовать их при написании своей собственной программы. Она делится на модули. Какие модули там есть? Это образовательный модуль системы Фрёбеля, это лего-конструирование, это образовательный модуль математическое развитие, робототехника, мультстудия «Я творю свой мир» и образовательный модуль экспериментирования. То есть вы ориентируетесь на свой запрос, на способности вашего детского учреждения обеспечить вот эти вот модули и выбираете тот модуль, который вы можете взять. Что ещё по методике? Мы можем, естественно, если мы заходим в инженерное образование, тогда мы обращаемся к проектной деятельности, в чём-то, уходя от занятий обычных, традиционных, и начинаем делать всё больше и больше проектов, потому что именно в проектах практически какие-то вещи с детьми можно сделать. То есть проект – это когда ребёнок действует ради какой-то цели и когда он очень много делает сам. То есть он сам находит информацию, сам, естественно, с нашей помощью ещё в детском саду, но можно уже самостоятельно в школе, организует. Да, да, примеры, не примеры проектов, а темы я вам скажу, на какие темы можно делать проекты в детском саду. Приобретает коммуникативные навыки, то есть общается с детьми и с педагогом, но и может планировать, планировать во времени и пространстве и достигать своих целей. Конечно, у детей сразу это всё не получится, потому что у них пока ещё волевые компоненты не развиты, не потому что дети плохие, а потому что компоненты ещё не выросли. И мы им помогаем на всех этих этапах, на этапе цели полагания, и на этапе планирования, и на этапе поиска информации. Особенности проектной деятельности в детском саду. Как я уже сказала, проект осуществляется вместе с воспитателями, родителями, экспертами, то есть обязательно со взрослыми людьми. Дети получают помощь на всех этапах, и результаты проектной деятельности, они должны быть яркими и наглядными, но что называется, ребёнок должен иметь возможность их потрогать, посмотреть, полюбоваться. Даже если это какой-то научный проект, то можно сделать конференцию, стенд с фотографиями, для того, чтобы дети понимали, что они делали всё это не зря. Ну и, конечно, когда мы делаем проект, то понимаем, что здесь важнее, вот в контексте детского сада, важнее не цель, а именно сам процесс, потому что в процессе создания проекта мы реализуем как раз воспитательные цели. Вот какие могут быть проекты. Допустим, какие-то исследовательско-творческие. Смотрите, театральный спектакль – это тоже проект, Людмила Николаевна отвечаю. Может быть, проект газета. Это тоже хороший проект, и я такие проекты видела. То есть, когда берётся детская типография, а кто не знаком, если не знакомы, то расскажу, и вот с помощью этого инструмента, детской типографии, дети печатают прямо газеты. Они выбирают, какие статьи в газете будут. Потом каждый ребёнок с помощью взрослого эту статью печатает. Там несколько слов, несколько предложений, картинка. Они берут интервью, они делают фотографии, всё это они оформляют, но поскольку детская фотография даёт возможность печатать малотиражные издания, тогда дети ещё и печатают. То есть, у каждого есть по экземпляру этой газеты. Очень даже здорово. Например, игровые. Это когда мы работаем со сказкой, например, мы заходим в какую-то сказку или делаем проект, сказки, и дети решают по-своему поставленные проблемы. Например, проект небольшой, как раз такой мини-проект, который называется «Сказки из пластилина». Если хотите, то я сейчас вам про такой проект расскажу. мы работаем с яростью в этом проекте, с детской агрессией, и дети начинают с того, что лепят очень злого осьминога из пластилина. Он такой чёрный, он страшный, и потом лепят второго осьминога, оранжевого, и начинают уже выяснять, а каким образом вот злому осьминогу, который на всех нападает, научиться взаимодействовать с другими детьми. Да, они лепят потом несколько сцен, ну и в принципе умений современного педагога хватит на то, чтобы всё это отснять и потом показать в каком-то вот процессе. То есть в принципе эту пластилиновую сказку можно сделать как мультик. Вы снимаете сцену, его озвучиваете, делается это в простейших программах, ну вот на уровне, где там просто видео соединяем, звуковую дорожку пишем, у нас мультик уже есть. Вот. Это то, что вам хотелось услышать, Людмила Николаевна. Примеры проектов. Может быть какой-то информационный проект, например, динозавры, потому что есть период жизни детей, когда они на динозаврах просто помешаны, и вот здесь мы можем про динозавров рассказать всё. То есть мы можем собрать фигурки динозавров, взять детей и сводить их в музей, сводить или попутешествовать по виртуальному музее, сейчас у нас тоже есть это в доступе, нарисовать их, слепить, сделать что-то ещё, и вот у нас будет оформленная выставка динозавров. Это тоже проект. Ну и викторина, КВН, занятия, это тоже может быть проект. То есть они могут быть разными. Естественно, когда вы проект задумываете, тему выбирают дети. Смотрите, тему мы выбираем из тех, которые ну вот просто злободневны. То есть если вы видите, что динозавры у вас у всех поселились в карманах, тогда вы берёте тему динозавры. Но вот внутри этого проекта вы научите детей собирать информацию, например, пользоваться энциклопедиями. Вы можете полепить, порисовать, то есть здесь какие-то практические навыки тоже дети могут сделать. Можете снять тот же фильм или мультфильм, это тоже технические навыки. Вы можете сделать конкурс рассказов про динозавров, сказок про динозавров и развивать речь. То есть мы всё, что нам нужно сделать по программе дошкольного образования через проект реализуем. А тему берём ту, которая интересна. Или тема ярости и агрессии. Если вы видите, что у вас по 5 драм каждый день, тогда вы берёте эту тему и через что-то опять, вот через пластили или через танец ярости, спектакль ярости вы эту тему решаете. Или через тренинги. Это тоже возможно уже в подготовительной группе и в старшей. Исследовательская деятельность. Здесь мы попадаем в одно русло с движением ребёнка, потому что дети, они от природы устроены так, чтобы всё исследовать. И надо очень сильно постараться, чтобы эту тягу к исследованиям отбить. Не получается. Поэтому то, что мы делаем, мы делаем правильно, то есть как бы сопровождаем ребёнка в его исследовательском интересе. И вот эта исследовательская деятельность, она должна быть очень интенсивной, потому что как раз ребёнок находится в том периоде, когда он всё это хватает. Что такое исследовательская деятельность? Вы можете у детей это увидеть, можете не увидеть, если по каким-то причинам уже интерес к исследователям отбит или у ребёнка есть какие-то проблемы. Это поисковая активность, то есть ребёнок, который лезет везде. То есть он всегда будет искать новое. Он всегда будет менять ситуацию. И наверняка вы такие сценки видели или были участниками. Вот вы всё сделали правильно, допустим, уже все игры разложили по порядку, всё у вас красиво. В уголке для рисования стоят карандаши, фломастеры по отдельным стаканчикам. Кто-то пришёл и всё переставил. Вам ужасно досадно, потому что вы на это потратили огромное количество времени, а он тут исследовал. Он решил, что, допустим, карандаши и фломастеры должны стоять вместе в одном стакане, но в одном стакане красные, в другом зелёные. Это его видение. Ну вот, это о том, что такое поисковая активность. Исследовательское поведение, да, это поведение, которое ребёнок проявляет, исследуя всё новое. То есть, есть активность и есть поведение. Что мы можем предложить детям? Это различные опыты, которых сейчас огромное количество. Готовых опытов, огромное количество книжек про опыты. Ну, допустим, состояние и превращение вещества. Взяли воду, она замёрзла. Принесли сосульку, она растаяла водой. Есть более интересные опыты с водой. Допустим, когда мы берём воду, замораживаем практически, вот она в таком ещё жидком состоянии, из холодильника достаем, начинаем её встряхивать, она превращается в лёд. Вот таких удивительных вещей тоже очень много. Движение воздуха и воды, свойства почвы, минералов, условия жизни растений. Это всё доступно. Ну, и здесь же мы можем уже детей обучать классификации виды растений, виды животных, как они отличаются. Ну, допустим, на таком основании, ну, даже вот на таком уровне, как и есть рыба, есть звери, есть насекомые, есть птицы, чем они отличаются. То есть, если мы видим животное, у которого две ноги, два крыла и клюв, то это наверняка не рыба. Вот иногда кажется, что я говорю банальные вещи, но я ещё работаю как нейропсихолог, и иногда мы долго выясняем, птица это или рыба на картинке. Виды строительных сооружений, виды транспорта, виды профессий. Это всё, что мы можем классифицировать с детьми. Исследования окружающего мира. Это космос. Космос близко к нам, потому что есть карты звёздного неба, есть телурии, есть много других предметов, которые показывают о том, как устроена солнечная система, модели солнечной системы. И дети это очень любят. Есть тоже у многих детей в подготовительной группе интерес и тяга к космосу. Видимо, мышление доходит до такого состояния, что им нужно вот это познать. Страны и континенты, карты и координаты. То есть, если очень хорошо поставлена деятельность вот эта, то дети влюбляются в карты, и потом уже география с историей им даются легко. Части света, путешествия страны, рельеф местности, ландшафты, обитатели. Ну и история человечества. Это зарождение ремёсел. Кстати, тоже проект такой можно сделать. И мы делали с ребёнком, когда он ещё был в детском саду. Мы ездили прямо с группой на небольшом автобусе, кинокскурсии. И мы делали, допустим, кружечку из керамики, гончарной мастерской. Потом мы плавили металл. Потом мы ездили на ткацкое производство. И вот вам, пожалуйста, целый проект интересный. История вещей, история региона. Всё это можно сделать тоже интересно. Тема вам подбросила. Ну и формы работы. Это эксперимент, это исследование, это наблюдение. Только наблюдение нужно обязательно фиксировать где-то в тетрадях наблюдения. Это моделирование ситуации. Это экскурсии и интервью с каким-то взрослым человеком, который является носителем интересной информации. Ну и теперь ещё поговорим о том, очень быстро сейчас я поговорю о том, что нужно изменить предметно-развивающиеся среди, если вы идёте в инженерное мышление. Смотрите, я сейчас пробегу вот просто голубом и на подольше остановлюсь на конструкторах, которые предполагают изготовление управляемых роботов. Согласны? То есть я просто сейчас назову пособие, а у вас будет презентация, где всё это полно расписано. Хорошо? И кто согласен, поставьте плюсик, пожалуйста. Но если вас что-то заинтересует в процессе, скажите «стоп», и я остановлюсь. Итак, как мы можем создать пространство для развития инженерного мышления, для реализации программы? Мы можем добавить всё это в зону математического развития, если совсем места нет. Мы можем выделить зону для конструирования отдельную или зону для робототехники. Исследовательская лаборатория получается на основе уголка природы. Мокрая комната получается на основе комнаты для умывания, где ставится дополнительный столик, тазики, ёмкости и так далее. Ну и пресс-центр мы можем сделать в уголке развития речи, добавив туда, допустим, звукозаписывающее устройство в виде старого телефона или микрофончика, там, где будет, может быть, ноутбук или детский компьютер, и детская типография, которую мы можем издавать газеты и журнал, с помощью которой. Что мы добавляем? Материалы для творчества много, разных, не обязательно дорогих, но много разных, в свободном доступе, те, которые можно применять самостоятельно, но и самое главное, чтобы они задержались в порядке, потому что иначе инженерное развитие превратится просто в творческий хаос, творческий беспорядок. Шучу, потому что на самом деле считаю, что творческий беспорядок – это что-то не про творчество. Уголок знакомства с окружающим миром мы превращаем в детский исследовательский центр с помощью добавления разных интересных вещей, например, оборудование для лаборатории в доступе не очень дорогое в любом игрушечном магазине, карты мира, глобусы, микроскопы, телескопы, наборы для опытов и обязательно тетради для фиксации результатов, потому что это же научная работа. Ну и простые измерительные приборы, которые вы тоже можете достать очень легко, такие как термометр, линейка, рулетка, весы, мензурки, не бьющиеся, естественно, мерные цилиндры и так далее, которые могут кочевать, кстати, из уголка исследовательского в уголок математический и обратно, потому что они понадобятся там и там. Вот пример мокрой комнаты, где дети изучают свойства воды. Если воду лить нельзя, тогда мы можем брать сыпучие материалы, например, песок. Песок вроде бы не запрещен. Вот детская биостанция, которую просто разбили на участке около детского сада, и там дети наблюдают за ростом растений, знакомятся с разными сортами овощей и потом их даже пробуют. Ну и универсальные пособия, которые вы можете приобрести, и с помощью этих пособий решается огромное количество задач от самых простейших до самых сложных. Это набор математика в детском саду. То есть здесь есть все, чтобы обеспечить вас и ваших детей пособиями примерно с младшей до подготовительной группы. Логические блоки Диениша. Обычно мы их берем для малышей и используем вот примерно так, то есть группировка, похожие сходства и различия, выкладывание узоров по образцу, конструирование, но потом забываем их и забываем о том, что с помощью блоков Диениша в старшей подготовительной группе мы можем работать с областями данных, так называемой Big Data, то есть когда у нас есть много данных, мы их должны как-то отсортировать. Вот, примерно так. Мы можем работать с карточками-символами, приводя детей прямо к символьному мышлению, к абстрактному мышлению. Мы можем знакомить детей со свойствами таблицы и мы можем уже изучать алгоритмы. То есть практически мы подходим к программированию. Мы можем использовать палочки Кьюзинера, которые у нас появляются в подготовительной группе, не только для того, чтобы научить счету, но и для того, чтобы освоить территориальные понятия, понимание, что такое целое, и составные части, научить анализировать, делать выводы и сравнивать. Игры и игрушки вот здесь прямо и приведены. Посмотрите, хорошо. Мы можем использовать систему сенсорных эталонов Монте-Сори, потому что это большой и глубокий материал для исследования. Формы величины, например, цвета. Понятие большой и маленький. Понятие толстый и тонкий. Сортировка по нескольким признакам, не только по двум, но и по трем-четырем. Геометрические фигуры. Тактильные ощущения. Цветные таблички. Исследование цвета. Исследование теплоемкости, тепловые таблички. Исследование веса. Все очень глубоко. Исследование звуков, сравнение звуков. Набор дары Фребеля. Тоже знаю ситуации, когда в детских садах закуплен набор дары Фребеля, но им не пользуются, потому что не знают, чего с ним делать. А на самом деле можно сделать вот что. Допустим, его использовать для конструирования. И делать вот такие вот прекрасные узоры из него. Вот такие вот конструкции. Ну и, например, поиграть в игру галерея современного искусства, которая предполагает уже очень развитое инженерное мышление. Конструкторы для моделирования. Конструкторы должны быть разными. Это конструкторы без соединения деталей, то есть просто кубики, треугольники, арочки и цилиндрики, которые дети соединяют в некую конструкцию. Почему они должны быть? Потому что это навык баланса, это навык размещения частей в пространстве частей конструкции. Это навык равновесия. Без этого навыка потом, когда ребенок перейдет к сложным каким-то вещам, конструкторам, они у него будут постоянно падать, и он не будет понимать, почему. Конструкторы лего и совместимые с лего. Здесь уже есть крепление деталей. Все наборы совместимы друг с другом, то есть наборы, вот количество деталей, оно может вырастать, когда вырастает ребенок. Есть наборы для разных возрастных категорий, и есть уже методическое сопровождение. То есть вот лего роботы, когда будем смотреть, там везде есть методички. Наличие схем для сборки, тоже очень удобно. Обратите внимание на такие не очень распространенные конструкторы, как конструкторы с мрт-креплением. Они от лего отличаются тем, что у них крепление с шести сторон. То есть здесь мы можем в трехмерности работать более легко. Хотя последние вот наборы лего, я сыну покупала, там тоже мрт-крепления такие есть. Вот именно на конструкторах с мрт-креплениями в основном все наборы для робототехники устроены. Обратите внимание тоже на конструкторы ТИКО, потому что здесь конструирование есть и в плоскости, и в объеме. И здесь мы можем из конструирования выйти на другие образовательные области. Металлические конструкторы с болтами и гайками, потому что это умение работать инструментами, это уже более прочная сборка, мелкая моторика, терпение и усидчивости. Ну и такие модели уже можно использовать в игре, даже устраивать гонки автомобилей за столкновениями, им ничего не будет, они крепкие. Неразборные модели. Это не очень дешевая история, но они тоже нужны, потому что здесь мы знакомимся с другими способами крепления деталей. Тут нужно вырезать, склеить, соединить. Приучаемся к аккуратности. И здесь мы показываем детям, как важно сразу же сделать хорошо, потому что модель не разбирается. То есть если что-то сделал неправильно, придется на другой модели уже пробовать. То есть это уже выход в реальную работу инженера. Ну и теперь какие наборы для робототехники вам стоит посмотреть. Я выбрала те, которые используются, ну вот по опросу ваших коллег, те, которые используются наиболее часто. Lego Education. Lego Education. Это линейка конструкторов, которую можно использовать, начиная с детского сада и заканчивая там в начальной и средней школе. Есть конструкторы для разных возрастов. С каждым поставляется набор материалов для педагога и рабочие тетради для детей. И есть базовые наборы, есть ресурсные, которыми можно дополнять. Ну вот теперь история про Lego в зависимости от того, на каком этапе мы подключаем. Для малышей. Lego первые механизмы. Здесь мы собираем 8 разных моделей и изучаем основные особенности механизмов. То есть это технические понятия, ось вращения, равновесие, точка опоры. Это зубчатые колеса, колеса с осями. Это различные передачи. Это проектирование. То есть здесь и работа по инструкции есть. Здесь можно создавать и свои какие-то детали. Методические руководства есть. То есть там прямо 8 готовых занятий по 45 минут и еще дополнительные проекты. Очень удобно пользоваться. Когда исчерпали возможности этого набора, переходим к Lego простые механизмы. Здесь уже детальки поменьше. Детальки посложнее. И здесь мы можем сделать 16 стандартных моделей. Используем уже рычаги, ролики, ось и зубчатые колеса. И действуем уже по чертежам. Lego перворобот. Это модель уже программируемая. То есть мы можем добавить к нему датчики и можем с компьютером управлять вот этим первороботом. Это линейка Lego. Следующая линейка это HUNA. И точно так же здесь есть наборы для разных категорий детей. Есть MRT. Это именно MRT крепление. Здесь наборы MRT1 для детей 3-5 лет. MRT2 для детей 5-7 лет. Тоже три набора уровня. Здесь сборники схем, по которым мы можем эти детальки составлять. И еще одна линейка это модули экзамен TechnoLab. Вы можете здесь купить основной модуль и к нему потом докупать уже ресурсные наборы. Здесь есть инструмент для сборки. То есть дети учатся работать не только пальчиками, но и инструментом. Здесь есть разнообразные крепежные элементы. То есть это же тоже очень важно, чтобы детали крепились по-разному, чтобы дети все это посмотрели. Точно так же есть материалы и пособия и наглядные инструкции для учащихся. Технолаб – набор введения в программирование. Это вот из этой линейки, про которую я рассказала. Есть ресурсный набор. Тоже конструируются роботы. Можно собрать двухногих, четырехногих шагающих роботов с электродвигателем. То есть есть возможность создавать программируемых и непрограммируемых. Непрограммируемые просто шагают, а программируемые еще делают какие-то разные действия в зависимости от команды того, кто им руководит. Ну и линейка роботрек – это малыш и малыш 2. Вот в таких удобных чемоданчиках, которые тоже позволяют собирать разные модели. Чем эта линейка хороша? Тем, что есть визуальная среда роботек по. То есть это инструкция, которую ребенок может открыть на своем персональном компьютере и смотреть, как осуществляется процесс сборки буквально в этом видео. Ну и последнее, о чем я скажу, и этим мы закончим. Если есть вопросы, напишите сейчас, пожалуйста, начинайте писать. А я хочу сказать еще о личности педагога, потому что это, наверное, даже не половина успеха во владении инженерным мышлением, но практически все. Потому что человек, который занимается с детьми этим чудесным делом, тоже должен быть ориентирован на поиск, должен обладать таким умением, как принять мнение ребенка и отказаться от своей системы. То есть это для нас иногда бывает сложновато. Это умение думать о невозможном, потому что дети в нашу жизнь часто вносят вещи, которые мы считаем невозможными. А когда они осуществляются, то понимаем, что вполне себе даже возможно. Это навык организации рабочих процессов, то есть системность, как, можно даже сказать, свойства характера, и это внимание к индивидуальности ребенка. И я заканчиваю свой вебинар. Я вам желаю быть именно такими педагогами, чтобы вам было интересно заниматься инженерной деятельностью, чтобы детям было интересно заниматься с вами, и чтобы у вас эти процессы шли очень хорошо, весело и гармонично. На этом все. Если есть вопросы, задайте их сейчас, пожалуйста. Или можно связаться со мной под другим координатам, если я что-то недоговорила. Спасибо, Вера Александровна. Вебинары планируются? Да, смотрите за расписанием, пожалуйста. Вебинары будут. Презентацию скачайте, потому что там очень много упражнений, которые я сейчас просто пролистала, а вы их оттуда заберете. Ну, если вопросов нет, тогда я благодарю вас за внимание. Желаю вам... Продолжение следует...